Добрый вечер, Игнатий. Михаил. Михаил. Все правильно. Ты мне просил, говоришь, звони по пятницам. А я в пятницу звонил, от меня ответил. Наверное, занят был я и не стал больше звонить. А вот сегодня настроение есть, думаю, дай позвоню. Ты меня видишь прекрасно. И я вижу себя, вот здесь маленький, маленький такой. Слушай, у меня же ведь какие слова-то. Я не знаю, ты ролик будешь выставлять, тот, который был у нас с тобой. Это первое в жизни, это первое общение такое. Не знаю, хочешь выставить, хочешь нет. Потому что тебе судить об этом. Потому что, ну, так это. А мне с тобой охота общаться. Ну, ты, если можешь общаться сейчас, давай поговорим. Говори. Я бы хотел вот поднять такую тему, морскую. Я же моряк. Я люблю морскую тему. И, может быть, кому-нибудь интересно будет. Это, вот, допустим, как я был моряком. Начну с 57-го года. 57-го года, когда я дембализовался. И пошел ловить рыбу. Я расскажу об этом. Как я ходил. Ловил рыбу. На чем. В какой должности. Вот это все. Ну, у меня там будет три этапа. Допустим, в Баренцовом море я ходил кочегаром на РТ. В Фарерских островах я ловил рыбу, селедку дрифтерным способом на логере. И потом ходил к берегам Америки. Нарфок, Феодельфия, Нью-Йорк. На БМРТ. Большой морозильный рыбный траулер с кормовым тронением. И как это было все, я просто хочу вот это поделиться. Чтобы, может быть, кто-нибудь это вспомнит. И увидит у меня, что я моряк, рыбак. И что такое семга? Я могу сказать. Которая у нас продается. Семга. Это не семга. Это котики выращенные в садке. Больше ничего. И цвет рыбы по заказу клиента. От бледно-желтый такой до ядовито-красный. Вот и все. И почему наша страна покупает эту рыбу и называет ее семгой? Это не семгой. Американцы ее вообще не покупают. Запрещено. Законом. И почему наши законы настолько приподлючие, что вот я покупаю в магазине, ни одного продукта не нахожу. Соответствующего ГОСТу, чтобы было, ну, действительно, продукт. Нету ни одного. Не нахожу. Здесь, в Барнауле. В Москве может быть. А в Барнауле нет ничего. На морскую тему хочешь поговорить? Ты же моряк. Нет, я сейчас ни на какую тему не буду говорить. Просто так тема меня не интересует. Ты меня не спросил, интересно мне или нет. Мне абсолютно это не нужно. Если не говорить о душе, у меня и времени на это уже нет. Понимаешь, у меня определенная тема, я по ней работаю, у меня времени совершенно нет. А просто так говорить, это никому и не надо. Люди где-то работают. Я посмотрел, что в Сирии сейчас делать. Иногда смотрю там где-то. Я знаю, куда вопрос идет. Я могу соединить с тем, что спрашивают люди. А об этом мне никто и спрашивать не будет. У меня времени совершенно нет на это. Это точно. Понимаете, время ушло, а я буду говорить как-то связано с Богом. В это время ты Бога не знал. Жил по-мерзки. Ну, еще об этом говорить зря. Тема закрыта. Мне это абсолютно не нужно, неинтересно и вредно. Хорошо. Оставим эту тему. Хочу поговорить о флаге. Который у тебя в лагере, в потерявке. Который у тебя здесь, в Москве, на Ползуново. То есть в Москве. Путаюсь. Который на Ползунова 6 в Барнауле. А что? О флаге. О флаге. Ты интерпретируешь этот флаг. Вот так и так и так. Я с тобой почти согласен. Почти согласен. Трехцветный этот флаг. Но я знаю, что этот флаг белогвардейский. И в Ласовске. И этот флаг был брошен к мавзолею. Подножим к мавзолею подножим к мавзолею. В 1945 году. Когда был парад победы на Красной площади. В 1945 году. Что ты приветствуешь этот флаг? Вопрос задал. Теперь слушай внимательно. Да. Куда был брошен. Что? Все храмы были разрушены. Что на это смотреть? У власти оказались бандиты во главе с паханом. И спрашивать не надо. Я ведь говорю не о том, что флаг. Именно. А именно эти три полосы объясняю. И где он был? У белых, у красных. Не имеет значения. Я разговариваю с мусульманами. С буддистами. Скажите. Вы понимаете, что такое красный флаг? Ну, это кровь. Во всем мире это понимают одинаково. Это означает, первое мы рождаемся внизу. Первая полоса. Это не касается религии. Это вне религиозной. Вненациональной. Независимо от того, в Америке это, в Древнем Египте это было. Все рождаются в крови. Идет война. Вот красная полоса. Свидетельствует о том, что этот флаг напоминает нам о нашем рождении. Я сразу привожу слова Мискевича, польского поэта, писателя. И он говорит, земной шар пропитан кровью от коры до центра. Этого достаточно понятно. Второе. Апостол Павел, да и об этом все Писание говорит, у первосвященника была голубая нить. Это означает забота о небе. Помышляйте о горнем, а не о земном. Вот она выше синяя полоса. Когда никакой там курицы двухглавой нету. Это у всех. Теперь о небе помышляют мусульмане? Да. Буддисты? Да. То есть все. Все согласились. Две полосы. Это во всем мире. Вневременное. Даже если бы флага не было, а мы бы сейчас стали составлять, то сказали, нужно показать, человек рождается в крови. Ему надо думать о небе. А третье это знают только христиане. 20 глава. Великий белый престол. Это уже кончина. Вот о чем я говорю. То есть это флаг проповедь. Это особая милость Божия. А что он был потоптан? Бросали к Мавзолею. Я ничего не опротестовываю. Я просто говорю, что вот такого флага в мире нет. Я знал все флаги мира у государств, которые имеют выход к морю. Ну, раз я на море работал, поэтому мне приходилось учить. Я учился-то не просто о высшем мореходном училище. И говорю, что такого флага нет. Это милость Божия. Только об этом. Ни о чем другом здесь я не говорю. Был он раньше у Марсельезы. Это был торговый флаг царской России. Да так, но там были другие изменения и что-то еще. Я говорю только о трех полосах. Все. Ты видел фильм, а может быть ты не видел тогда, в те времена, когда ты уже был верующий, депутат Балтики. Не видел. Фильм. И там он на корабле и говорит, что означает это красное полотнище. Этот красный флаг, это призыв к борьбе, это к свержению самодержавия. Этих людей, которые царствовали над народом и только в 861 году дали свободу, якобы. Народ-то был в каком заключении. А вот этот флаг нас освободил в 17-м году. Вот в чем дело-то заключается. И это советская социалистическая революция. Вот в чем дело-то социалистическая. Я наполняю вот это слово смыслом, социалистическая. А сейчас произошла империалистическая. Ну и мы опять под властью этих всех господ. Ну хорошо, о флаге. Смотрите, люди пришли безбожники. Это нельзя оспаривать. Безбожники. Бога нет, религии нет. И поэтому у них помышления о небе нет. Суд Божий не верит. Осталась одна кровь. И залили страну кровью. До 100 миллионов голов подсекли. И больше спрашивать нечего. И он правильно отвечает. Борьба. С кем борьба? И все пошли под нож. Вся Ленинская гвардия была уничтожена Сталиным. Хорошо. Профессор Осипов говорит. Революцию совершили кто? Семинаристы. Вот семинаристы, которые изучили теологию. Которые изучили вообще все. И Писание. Я бы сейчас... Ну, я же не знаю ничего. Это там... Библия. Святое Писание. Перевод Библии. С какими ошибками? Все семинаристы знают. От каких переводов. И как это неправильно переведено. И сейчас говорят. И баптисты там говорят. А вот по-гречески так это вот. Библию читайте. А вот по-гречески это вот так. Это так. Так это так. Ну, ты понимаешь. Ну, все это. Семинаристы, которые прослушивают курс семинарии. Они становятся, я понимаю, слабоверующими уже тогда. Потому что они узнают больше. А вот вроде тогда, по-моему, выходит, что вера это участь вот темного народа. Вот в чем дело. И царское правительство. Ты много говоришь, что вот не давали Евангелие, не давали Библию. Да потому что Евангелие, когда дали, тогда и почело. Это вот расслоение-то все. Каждый сам себе. И начинает толковать Святое Писание. И секты, 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 секты. Вот в чем дело-то. Так, может быть, и не надо было давать. Так, тогда давай по частям. Так, семинаристы, я тебе отвечаю и повторять больше не буду. Семинарии, Академии нужны только для одного. Чтобы оправдать любое беззаконие. А не то, чтобы знать. Это даже об этом говорить не надо. Теперь, они судят о переводе. Русский перевод синодальный. Самый, может быть, лучший в мире перевод. Это признают самые высокие умы. А которые против, они еще не знают наизусть. И они еще не могут сказать. А вот греческий, другое слово. В этом есть смысл. Многозначимость слова определяется, как понимали его там и там и там. Вот Златоуст выходит проповедовать. И у него четыре перевода лежит на капедре. Феодоакила, Феодатиона и Симмаха. И Септуагинта. Четыре. И у них разница в переводах довольно значительная. И он не отдает предпочтение ни одному, а толкует все вместе. Почему? Многозначимость. Как у нас? Скажи, что такое коса. Ну и разбирай еще коса. Женская коса, морская на косу попал корабль на косу. И коса косят траву. Но надо понимать, о чем речь идет. И поэтому, когда переводили знатоки, то знали они греческий язык. И древнегреческий. Знали еврейский, знали латинский, арабский. И смотрели, как святые отцы переводили эти слова в проповедях. Вот еще что самое главное-то. А сегодня берет, смотрит, погружение, баптизанты. А это есть и обмакивать. А это есть там мыть скамейки. Я всегда ссылаюсь, например, моей беседы с Александром Менем. Я его спросил, а вы могли бы переводить как Хвольсон, Давид Аврамович? А он работает на еврейском языке, с оригиналами. Он сразу от меня отшатнулся. Договорю, что, конечно нет. Мы с тобой были в Александре Мене. Да. Помнишь? Да, я помню. Но вопрос на эту тему закрытый тоже. Я тебе ответил. Нет, и все. Мне спорить не прилично. Так, на будущее. Когда у тебя будет вот это желание, ты его укороти. До пятницы не надо было выходить. Кроме того, сначала перед тем, как выходить, посмотри там, где пишется внизу. Дай сигнал. Вот я сейчас... Мы только разогрели ужин, сели. У нас все сейчас пропало. У нас ужин полностью пропал, остыло. Я же не... Прости, ради Бога. Сначала все предупреждены. Должны сначала дать, написать, свободен я или нет. В пятницу даже. В пятницу. У меня работа идет. Понимаешь как? Игнатий, прости, ради Бога. Мне уже сейчас почти целый год сидеть над одной работой. Я работаю. Прости, ради Бога. Ничего, я не... Просто на будущее говорю. Сначала зайти, спросить, буду я свободен или нет. Я назначаю время в этот день. Игнатий. Я только-только сейчас за стол сели. Володя нагрелся. Чай, конечно, остыл. Все, у нас ничего нету теперь. Игнатий, прости, пожалуйста. Я просил. Все, пока отходим. Слушай, я тебе скажу. Я не умею пользоваться скайпом. У меня же образование-то 7 классов. Так у тебя там внизу, так внизу, к которой ты выходишь, там написано, писать можно. Курсор ставь и пиши. Я не вижу. Не знаю. Ну где? А как ты на меня-то вышел-то? Вот там это и есть. Вот там и есть. Как раз внизу и написано, где писать можно. Когда сейчас отойдешь, я тебе напишу. И ты увидишь, мои буквы вылезут. Я тебе сейчас скажу. Благодарю, брат Михаил. Давай, отходи. А я тебя поздравлял с Великой Октябрьской СССР. Ты видел это, да? Нет, не видел. Так, выключи сейчас. А вот она. А вот она. А вот она.